Огромные мощности тиктока позволяются справиться с любым недопустимым контентом и абсолютно нет смысла блокировать целиком всю площадку. И мы с вами знаем, что в природе и в жизни все подобно. И если реку, например, запрудить полностью, то она изменит свое русло. И процесс течения реки остановить невозможно. И именно поэтому все плотины имеют возможность пропускать через себя определенное количество воды. Но мы с вами вернемся обратно к фотобиологии и посмотрим, как же повлиял запрет на солнечные лучи, на здоровье человечества. Именно в 70-х годах был изобретен первый крем с защитными функциями от ультрафиолета. И именно тогда человечество получило, человечество европейских стран, получило всплеск заболевания раком. И если еще в 40-х годах на плакатах солнце изображалось как доктор солнца, с подписью однозначной умные люди выбирают доктора солнца в качестве своего личного доктора. То сейчас все, абсолютно все, маниакально, все врачи заявляют о том, что от солнца бывает рак. И при этом официальная медицина каждый раз подтверждает своими исследованиями, что это не так. Общество по борьбе с раком в груди откровенно заявляет, что недостаток витамина D, солнечного витамина, приводит к развитию рака. Академия дерматологии конкретно пишет в своей статье от 21-го года, что незнание медицинским персоналам азов фототерапии приводит к ухудшению состояния здоровья всего человечества. И откровенно называет связь ультрафиолета и меланомы мифом. Так кому же выгодны все вот такие запреты? И если во Франции раньше говорили ищите женщину, то сейчас надо говорить ищите деньги. И вот как только прослеживается вариант заработка, то сразу же что-то полезное становится вредным. А заменить солнечный свет таблетками, добавками, витаминами нельзя. И еще раз напомню вам, что эпидемию рахита, да, эпидемию, я не ошибся, победили с помощью солнца и кварцевых ламп, а не с помощью добавок. Потому что это происходило в 1920 году, и тогда витамина Д3 в помине не было. И рыбий жир, да, это хорошая добавка, но она никак не смогла победить рахит. Помочь при этом заболевании может. А лечит рахит и туберкулез солнце. И безопасный ультрафиолет спектра В. Что и называется фототерапией. Спасибо за ваш вопрос.